Конечно, самая большая ценность человека – здоровье. Его невозможно измерить никакими цифрами. Но в области здравоохранения есть определенные нормы, показатели и программы, выполняя которые можно судить о качестве оказания медицинской помощи, а вместе с тем состоянии здоровья большого контингента населения. Именно о такой информации в цифрах и диаграммах сегодня говорили медики, приехавшие в Брест со всей области. Брестская область по итогам года в лидерах. Пока места не буду называть, это огласит министр, но на самом деле очень достойно выглядит область. Показатели выполнены очень неплохо. Снизилась младенческая смертность, хорошие показатели идут по охвату населения, профилактическими осмотрами. Здоровый образ жизни в реальности не на бумажках, которые там где-то писать лозунги, какие-то буклеты выпускать, а это работа практического здравоохранения и центра гигиены, который дает результат. Мы надеемся, что сегодня те акценты, которые мы расставим для регионов и поставим задачи, это поможет нам еще улучшить. Брещина сегодня обладатель самых лучших показателей сразу в нескольких областях. Низкого показателя смертности удалось достичь за счет сокращения случаев смерти от инфекционных заболеваний, новообразований по причине старения. Показала свою эффективность предабортное консультирование. Оно позволило сохранить более 600 первоначально нежелательных беременностей. Есть хорошие новости в области онкологии. Процент выявленных пациентов с заболеванием на ранних стадиях увеличился более чем на 80%. Продолжаются скрининги рака молочной железы, рака пристательной железы, колоректального рака. Начался скрининг рака шейки матки. Охват около 50% целевого населения. На страже здоровья жизненно важного органа сердца стоят кардиологи. Они сработали не менее успешно. Словом, о делах сердечных можно подытоживать со спокойным сердцем. Развиваются межрайонные центры. Сейчас стоит задача. Эти межрайонные центры показали свою эффективность, но они функционируют, работают на функциональной основе. Наша задача вывести их на штатную основу. Есть пилотные проекты по туберкулезу, которые очень показали эффективность и экономическую, социальную значимость. Снизилась заболеваемость, смертность и достигнут высокий, достаточно большой эффект финансовый. Поэтому это основные направления нашей деятельности. Конечно, преемственность первичным звеном. Конечно, отбор пациентов, качество работы и дальнейшая доступность этих современных методик. Конечно, качество оказания услуг и материально-техническая база – два неразделимых фактора жизнедеятельности учреждения здравоохранения. Поэтому укрепление больницы, поликлиник с современным оборудованием, возведение новых объектов – процесс постоянный. В этом году в Заречном районе Бреста начнется строительство многопрофильного медицинского центра, куда войдут поликлиники для взрослых и педиатрическая, женская консультация, стационарное отделение. Также в 2019-м будет дан старт возведению нового корпуса в детской областной больнице. На первом этаже мы планируем поставить компьютерный томограф и магнитно-резонансный томограф для улучшения диагностики детей. Это будет диагностический этаж. И три этажа – это отделение. Отделение наонатологии, расширится отделение реанимации. И плюс два отделения, которые переведут старого корпуса, который есть. Мы еще определимся, какие там отделения туда по площади войдут, переведем. А на тех базе, где освободятся помещения, мы просто улучшим условия пребывания тех, которые останутся в корпусе.